здравствуйте меня зовут денис мяканьки я сертифицированный специалист youtube этот цикл программ про youtube от нуля от самых азов и до продвижения до того момента когда вы станете очень очень популярны и как это сделать я рассказывал в цикле программ на днепро тиви также смотрите нас помимо эфира еще и на фейсбуке и на youtube канале ну что сегодня мы переходим к следующему шагу на предыдущем занятии я рассказывал о первом шаге прежде чем начать двигаться на ютюбе это была идея как ее воплотить смотрите прошлые видео и изучайте ну а сегодня мы поговорим про оформление канала брендирование канала и брендирование видео какие для этого существуют правила и зачем это нужно делать и так для того чтобы понять зачем как почему и по каким правилам строится оформление youtube канала нужно посмотреть на статистику я очень люблю статистику и так первым делом вы даже можете сейчас угадывать как что чего происходит на ютюбе и так первым делом как вы думаете на каких устройствах смотрит youtube вы конечно же скажете ну youtube смотрят все на на компьютере а я начну с телевидения есть такое понятие как смарт тв она начинает активно ходить нашу жизнь и естественно люди смотрят на смарт тв youtube youtube на смарт тв смотрят 5 процентов от всего потребляемого трафика от всех людей на планете 5 процентов смотрят youtube на смарт тв следующий этап это планшет на планшете смотрят youtube 10 процентов всего населения всех зрителей youtube следующий компьютер многие говорят что на компьютере основное потребление youtube идет до основное потребление вообще всего это небольшая ошибка на компьютере youtube смотрят всего 15 процентов населения youtube и у нас остается та самая заветная штука благодаря которой мы потребляем youtube потребляем очень много информации в том числе youtube это телефон мобильный телефон либо смартфон 80 в некоторых странах 90 а в некоторых даже сто процентов youtube контента и видео на youtube потребляется с помощью мобильного телефона именно поэтому прежде чем разрабатывать любую концепцию дизайна графики для вашего канала ориентируйтесь на то что это нужно делать для мобильного телефона а на мобильном телефоне у нас все очень мелкая потому у вас должно быть все очень очень крупно баннер канала делается по определенным правилам и так видите на ваш экранах сейчас баннер канала который поделен на три части зеленая фиолетовая и красная часть это то что видят зрители на компьютере это то что видят 15 процентов всех зритель на youtube на вашем канале зона фиолетовая и красная это то что видят люди на планшете то есть тоже небольшое количество людей то есть буквально 10 процентов зрителей увидят всю полноценную вашу картинку вот а вот это вот красная зона который видите перед собой это то что видно на мобильном телефоне это то что видят все сто процентов зрителей они увидят это и на компьютере и на телевизоре и на планшете и конечно же на мобильном телефоне под мобильный телефон мы ориентируемся при создании дизайна на вашем youtube канале этот шаблон под youtube канал можно найти в интернете скачать его он лежит в свободном доступе на очень-очень огромном количестве ресурсов его можно скачать и использовать для создания дизайна но прежде чем создавать дизайн вы должны понимать что нужно еще и владеть навыками таких программ графических фотошоп например либо других графических программ еще один важный момент про этот самый баннер канала он не должен быть на ляпистый на нем должно быть каких-то миллион различных слов картинок и так далее баннер канала это ваш рекламный бигборд люди мчатся по youtube а они мчатся по этой сети они на секунды заглядывают на ваш канал если им понравится ваш контент какой-то где-то найденный они приходят на ваш канал им за две-три секунды должно быть понятно о чем он что я на нем увижу кто на нем какую полезность какую развлекательность несет этот канал этот баннер канала является первую очередь вашим рекламным баннером который показывает всю в суть вашего канала размещайте на нем основное действующее лицо вашего канала вашей идеи и буквально два-три слова которые доносят всю суть следующий момент который мы должны рассмотреть это значок для ваших видео он тоже создается фотошопе либо в другом графическом редакторе и он тоже должен соответствовать определенным правилам на ютюбе все очень мелко все очень быстро и нужно человека в первую очередь ловить картинкой по статистике более 50 процентов людей первую очередь смотрят на картинку а потом уже читают текст то есть название вашего видео основной тезис который хочу донести это большая картинка 23 цвета должно быть на картинке и текст 23 слова лучше вообще одно но эта картинка должна ассоциативно доносить всю суть вашего видео а слова или два слова но максимум три слова крупно написаны которые занимают одну четвертую а то и почти половину всей картинки должны доносить всю суть этого видео в том числе потому запомните картинка плюс текст я надеюсь вы примерно поняли как нужно делать оформление вашего канала как нужно правильно делать значки для ваших видео и эта информация вам поможет смотрите подробнее про youtube на днепротиве на фейсбуке на youtube этого телеканала ну и конечно же не забудьте посмотреть предыдущие видео если вы еще не посмотрели с вами был денис мяканький сертифицированный специалист youtube до новых встреч надеюсь вам интересно то что я вещаю